Капитан Московского ЦСКА Молодежной Футбольной Лиги Даниил Гурченко рядом со мной. Даниил, что произошло? 2-0, все вроде под контролем и в итоге 2-2. Да, хорошо хоть не поражение, потому что были моменты, что могли пропустить и третий, но все равно потеря очков. Что же произошло после того, как забили второй гол? Ведем 2-0, имели кучу моментов, выходы 1-1, не реализовали. Соперник поймал и 2 забил. То есть, теряли чуть-чуть, наверное. То есть, можно считать, как говорит достаточно известный тренер Фабио Капелло, 2-0 самый-самый коварный счет в футболе? Согласен. Согласен. Скажи, пожалуйста, что надо исправить перед следующим матчем, вот помимо концентрации? Может быть, ответственнее подходить к реализации моментов? Моментов же было много сегодня у ворот Динамо. Ну да, что-то нападающие подкачали, не забили свои моменты. С этим вот такой результат. Дань, и тогда последний личный такой вопрос. Вот был момент во втором тайме уже при счете 2-0, когда вы вышли вместе с Максимом Сидельниковым, ты слева открывался. Что там с передачей Максима или ты просто не подстроился под мяч? Там был хороший момент, вот слева выходил ты под углом к воротам. Ну, чуть сильно как будто отдал, но я, наверное, не подстроился еще тоже. И так получилось. Ну, в любом случае, удачи. Сегодня все равно был хороший матч и настоящий дерби ЦСКА Динамо. Спасибо большое. Даниил Горченко, игрок Динамо молодежной футбольной лиги Дмитрий Александров рядом со мной. Дим, хороший матч, настоящие дерби. Уступали в два мяча и твой гол, так сказать, начал путь к отыгрышу. Хотя потом по ходу матча были еще возможности забить третий. Но в итоге, чего больше сейчас? Досады или все-таки такого хорошего настроения из-за того, что все-таки спаслись с 0-2? Больше, конечно, хорошего настроения, потому что первый тайм провалили, так мягко скажем, и получилось перевернуть игру как бы. Ну, начали больше в пас играть и не бить вперед просто так бездумно. Как у тебя получился такой удар, когда ты вышел? Причем так вроде не спеша, так шел, 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 смотришь, вроде некому отдать. И в итоге взял, бабахнул и попал в девятку. Ну, вы все правильно сказали, так и было. А скажи, пожалуйста, вообще в принципе, в какой момент ты понял, что сегодня команда не проиграет? Или все-таки до последних минут было ощущение, что может быть еще один гол, который все и решит? Да я всегда верил, что команда не проиграет, и всегда в этом думал, как бы, не было такой мысли, что сейчас мы проиграем, и все, у нас нет шансов. Всегда есть шансы в любой момент. Ну, правильная мысль от любого футболиста. Дим, ну и на будущее, какое ты себе пожелание сделаешь на следующий матч? То есть над чем тебе нужно поработать, чтобы было получше? Над смелостью, всем надо поработать, и не бояться играть в футбол. С самого начала? С самого начала. Хорошо, спасибо большое, Дмитрий Александров. Главный тренер Московского Динамо молодежной футбольной лиги Павел Фигон рядом со мной. Павел, настоящее дерби 2-2, хотя по ходу этого матча не было такого ощущения, что так все закончится. Спрашивал у вашего подопечного, спрошу и у вас, как у тренера, который видит полностью всю игру. Чего сейчас больше, досада или все-таки такого хорошего настроения, из-за того, что все-таки отыгрались с 0-2 и спасли игру? Да нет, конечно, хорошее настроение, потому что смогли по счету именно переломить ход встречи, сравняли. В конце концовки даже, я думаю, могли где-то и выиграть. Но надо быть откровенными, наверное, полтора тайма у нас немного было шансов, и играли мы неважно. В перерыве у нас состоялся мужской разговор, мы сделали плановые замены. И мои основные слова были направлены на то, что не надо бояться играть в тот футбол, который мы тренируем, о котором мы говорим постоянно. В первом тайме, к сожалению, мы испугались. Команда соперника и постарше, и по мастеровите. У нас, наверное, самый молодой состав вообще в молодежной лиге, у нас уже и с шестого года ребята играют, большая группа пятого. И поэтому, конечно, я был недоволен этим после первого тайма, и рад, что в втором тайме, независимо от счета, ребята все-таки пытались комбинировать, пытались создавать моменты. Ну и хорошо, что удалось сравнять счеты, довести до ничьи. А вот по поводу плановых замен в перерыве, планировалось сразу четыре замены сделать? Да, но у нас очень большое количество футболистов, качественных футболистов, перспективных футболистов, кто-то помладше, кто-то постарше. У нас еще есть команда Динамо-2, и сейчас в самом разгаре сезон, есть футболисты, которые получат игровую практику в воскресенье за команду Динамо-2. Сегодня должны были получить игровую практику футболисты. Часть футболистов, которые были сегодня на нас на игре, большая, причем часть поедет завтра уже на игру с Сатурном в UFL. Поэтому у нас здесь как бы не идет гонка за очками, а очень важно, чтобы футболисты получали игровое время, получали его много, для того, чтобы они могли прогрессировать и проявлять себя. Ну, в любом случае, спасибо за матч. Настоящее московское дерби. ЦСКА Динамо. Павел Фигон. Динамо. Главный тренер ЦСКА молодежной футбольной лиги Ролан Гусев. Ролан Александрович, только что закончившийся матч хорош для зрителей, потому что тут было все. Может быть, не хватило только удалений. Но для тренеров, я думаю, немножко другое ощущение. Я думаю, что сейчас много досады от того, как закончился матч. Или все-таки у вас какое-то другое мнение? Ну, для тренеров, естественно, наверное. В плане результата, да, но по качеству игры мы очень довольны остались. Особенно первым таймом и первые 20 минут. Конечно, надо было третий, четвертый забивать. Естественно, потом чуть-чуть потеряли нить игры. Дали создать Динамо моменты. Они вернулись в игру. Пропустили два мяча, но все равно при этом могли забивать. Но я считаю, что так и должны играть молодежь с таким азартом, с таким накалом, с такой борьбой. Потому что ограничивать их какие-то там, ставить сильно в какие-то рамки тоже нельзя. Поэтому, естественно, с опытом у них придет концентрацию. Где-то потеряли, где-то не добежали. Поэтому здесь такие моменты. Это все будет приходить им с опытом. Но еще раз повторюсь, надо дать ребятам должное, так как они играли. То, что мы хотели увидеть, мы увидели. И это, наверное, самое главное. И то есть, несмотря на то, что результат может быть не самый лучший, но сейчас главный не результат, а именно качество игры, которым вы довольны. И к этому будете продолжать стремиться. Вот именно к тому, что сегодня большую часть матча показывали подопечные. Ну, главное, наверное, чтобы они росли как футболисты. Вот в этом плане. Но, естественно, качество игры это одно из главных. Но, естественно, и победы никто не отменял. Мы не можем им говорить, что, ребят, выходите, играйте красиво, но можете не выиграть. Хорошо, спасибо большое за настоящее дерби. Ролан Гусев.